Техника Ленд-Лиза Техника Бомбардировщика Б-25 началась с почти курьезного события. В день рождения президенту США Рузвельту японцы решили преподнести подарок. Точнее, неприятный сюрприз. Обстрел Сан-Франциско. Японская подводная лодка всплыла недалеко от американского берега. Но ни людей, ни жилых домов в зоне досягаемости не оказалось. С досады подводники обстреляли стадо коров. Тем не менее, это был вызов. И США решили ответить на него. Решено было бомбить японские города в день рождения императора. Оружием возмездия стал Б-25 Митчелл. Легендарный Б-25 по своим основным характеристикам – типичный средний бомбардировщик. Он не отличался ни громадной скоростью, ни невероятно высоким потолком полета, ни бомбовой нагрузкой. Его достоинство – это относительная дешевизна и простота производства, неприхотливость в эксплуатации. В штурмовом варианте Митчелл нес до 18 крупнокалиберных пулеметов. Был и редкий вариант Митчелла с 75-мм пушкой – орудием танкового калибра. Бомбить Японию в отместку за уничтожение рогатого скота поручили известному летчику – подполковнику Дулитлу. Группа Б-25 должна была взлететь с палубы авианосца, что само по себе было невиданным предприятием. Бомбы должны были быть сброшены на Токио, Йокогаму, Осаку и Кобе. Посадка планировалась в глубине территории Китая, в местах еще не оккупированных японцами. Задание было смертельно опасным – экипажи подбирали из добровольцев. Для рейда подготовили 24 самолета. Машины максимально облегчили. Сняли нижние пулеметные турели и основные радиостанции. Боезапас для пулеметов урезали до предела, значительно увеличили запас горючего. Подготовленные к дальнему рейду машины погрузили на авианосец «Хорнет». Каждый из 16 «Митчелов» нес по 4 220-килограммовые бомбы. Сама бомбардировка прошла успешно. Для японцев появление самолетов стало полной неожиданностью. Зенитки начали стрелять с опозданием, а перехватчики вообще не поднялись в воздух. Проблемы начались позже. Ранние взлеты, плохая погода привели к тому, что топлива не хватило. Из 11 самолетов экипажи выбросились с парашютами. Четыре машины разбились при вынужденных посадках или затонули в Южно-Китайском море. Один бомбардировщик сел на аэродром под Владивостоком. Из 80 человек летного состава, участвовавших в рейде, трое погибли, семеро были ранены, восемь попали в плен к японцам, из них выжили только четверо. Остальным постепенно удалось вернуться домой. Сам Дулиттл стал генералом и национальным героем. Ущерб от бомбардировки был невелик, а цена слишком высока. Но психологический эффект от операции Дулиттла трудно переоценить. Наши испытатели начали летать на Митчеллах сразу же после начала войны. Самолет не жалели. По словам американского военного историка, русские летали на Б-25, как на истребителе. В результате из крыльев Митчеллов выскакивали заклепки, несколько стрелков повредили ребра, а один самолет во время воздушного боя врезался в землю. По мнению испытателей, экипаж Б-25 был слишком большим для фронтового бомбардировщика, а бронезащита и вооружение самолета недостаточными. Но в целом мнение было положительным. Митчелл был доступен для освоения средним летчиком, не имел существенных недостатков во взлетно-посадочных характеристиках. Кроме того, самолет был устойчив в воздухе. Наш Ил-4 изматывал пилотов, не давая практически ни на секунду бросить штурвал. Митчелл уверенно держал курс. К тому же пилотов на американской машине было два, в случае чего они могли подменить друг друга. Существенная проблема возникла сразу же после начала эксплуатации Митчелла в СССР. Мягкие бензобаки самолета раскисали от советского бензина. Пришлось переводить Б-25 на фирменное американское горючее. Большая часть этого топлива поступала в канистрах по 5 галлонов. Техникам приходилось вручную сливать их содержимое в огромные бензозаправчики. Зато экипаж Митчелла чувствовал себя вполне комфортно. В наших самолетах кабины не отапливались, и температура подчас опускалась ниже 30 градусов. На Б-25 имелись и отопление, и вентиляция. Кабины бомбардировщика прогревались двумя бензиновыми колориферами. Они также обогревали механизмы турелей, затворы пулеметов. Козырек пилотской кабины и переднее стекло у бомбардира обдувались теплым воздухом. На Ил-4 пилоту рекомендовали оттирать замерзшее лобовое стекло, просунув руку в форточку. На Митчелле любое заиндевевшее окно в пилотской кабине летчики могли отогреть с помощью гибких шлангов. Более того, на Б-25 предусматривался даже электрообогрев комбинезонов экипажа. Хорошо продуманное освещение кабины облегчало пилотирование ночью. В просторном фюзеляже Митчелла можно было легко передвигаться. Это позволяло быстро прийти на помощь или подменить раненого. При отказе одного мотора Митчелл мог не только удерживать, но и набирать высоту. Известно множество примеров благополучного возвращения подбитых Митчеллов на одном двигателе. Роль фронтового бомбардировщика у нас гораздо лучше выполняли отечественные П-2. В то же время большой радиус действия Б-25, отличное навигационное радиооборудование, мощное вооружение и значительная бомбовая нагрузка делали его отличным самолетом дальней авиации. Именно с Митчелла был подан сигнал к началу решающей операции Великой Отечественной – штурму Берлина. 16 апреля 1945 года командир Б-25 подполковник Горделовский сбросил связку разноцветных осветительных бомб. Наступление на Зиеловские высоты началось. А 9 мая 1945 года Б-25 осветили небо Москвы ракетами праздничного салюта. «Мы летим, ковыляя во мгле, Мы к родной подлетаем в земле, Бак пробит, хвост горит, Но машина летит на честном слове и на одном крыле». Знаменитая песенка американских летчиков стала и песней наших пилотов, воевавших на американском бомбардировщике Б-25 «Митчелл».